Обозы с беженцами, доминирующие высоты заняли фашистские войска. Самые ожесточенные бои в районе Аксиньина проходили в начале декабря 41-го года. Сейчас о тех событиях в селе напоминает мемориал. До начала 2000-х захоронений здесь не было. В начале 2000-х местный житель на огороде нашел у себя останки бойца советской армии. И вот сюда, да, по крайней мере? Да, он здесь, перед захороненом. Памятник в Аксиньина стоит с советских времен. Он сначала был гипсовым, потом фигуру заменили на бронзовую. Долгое время за ним ухаживали старосты села и местные жители. Теперь порядок на мемориале – зона ответственности Ершовского коммунального хозяйства и благоустройства. Его сотрудники следят за состоянием всех памятников в теруправлении. Кабель связи делали, бара проходила, копала. И нашли. Вот останки там сейчас не буду, но несколько десятков. Полуислевшие валенки, полуислевшие бушлаты, магазины от винтовок, бумажник офицера с билетом в театр. Поправить ограду, заделать швы. Фронт работ на мемориале в полицах – стандартный. После зимы, понятно, есть всегда что благоустраивать, есть что починить, есть что покрасить. Какие-то требуют капитального ремонта, потому что время не щадит, к сожалению, монументы. И тут требуется постоянно за ними ухаживать и поддерживать в должном состоянии. А вот в Звенигороде на мемориале славы вовсю кипят работы. Сам монумент помыли, сейчас здесь трудятся маляры и плиточники. Ко дню победы все места памяти Одинцовского округа приведут в порядок. Впрочем, за их состоянием следят постоянно, независимо от праздничных дат.